Лорд сказал, что Кадыров не болеет, жаль. Я уже негров-гробовщиков из Африки заказал, что делать теперь. Не торопись отменять этот заказ. Лорду верить, себя не уважать, поэтому не торопись. Ну, я не знаю, в слово несколько, сколько случаев именно ты вкладываешь. Вот у меня их, например, здесь с десяток. Вот, например, послушаем. Побили, говорит, Асет, с горочью, видимо, медсестра, она или скорой помощи. Это по-моему. Ребенку, говорит, не давайте выходить на улицу перед воротами, то есть за ворота. Не давайте, говорит, за ворота выходить. Есть люди, которые тебе помогают чисто ради Аллаха, я имею в виду не через донат, а так лично просто есть, ведь наши богатые в Европе. Какая разница, как приходит помощь. И, конечно, есть люди, которые помогают ради Аллаха. Абу-Ислам, ас-саламу алейкум, тумсор. Что скажешь насчет разоблачения иллюзиониста, который показал, что ты соврал, говоря, что фонд Кадырова забирает хлеб у аргунского комбината хлебопродуктов? Ва-Алейкум ас-салам. Как раз об этом я и говорил, что на это будет ответ, разумеется. И в этом ответе ты узнаешь, что я об этом скажу. Чуть-чуть терпения наберитесь, пожалуйста. Все. А что насчет йогурта и молока, который, по-твоему, радовался, раздавался этим фондом? Ты ошибся, говоря, что они отбирают продукты у детских садов или намеренно соврал? Я же говорю, чуть-чуть подождите, наберитесь терпения. Разумеется, я никогда не вру. Я никогда не вру. Поэтому просто немножко нужно набраться терпения. Так он тебя полностью разоблачил по всем фронтам, как ты можешь не признать свою ложь, которую нам показывает. Я же говорю, чуть-чуть подождите, хурит, и посмотрим, кто лжет, а кто говорит правду, а кто выдает федеральный бюджет за свою боготворительность. Чуть-чуть подождем. Лорд сказал, что Кадыров не болеет. Жаль. Я уже негров-гробовщиков из Африки заказал. Что делать теперь? Не торопись отменять этот заказ. Лорду верить, себя не уважать. Поэтому не торопись. Молю Аллаха, чтобы в Нох-Чечу даже не было запаха таких людей, как ты. Все, моли, моли, Аслан, моли. Те, кто были до тебя с 44 по 57 год в наших домах в Чечне, жили такие подобные тебе люди. И они тоже молили Всевышнего Аллаха, чтобы чеченцы никогда не вернулись. И чтобы даже запаха чеченцев больше не было на этой земле. Они тоже молили. Ты тоже моли. Тумсо, что нужно сделать, чтобы ты признал свою ложь и извинился за нее? Нужно доказать, наверное, что это была ложь. Скоро схлестнуться за власть Дилимханов и Даудов. Посмотрим, поживем, увидим. Асаламу алейкум. Почему иллюзионист так много кукарекает про тебя у себя в Инстаграме? Но в прямой эфирный разговор не идет. В алейкум ассаламу араматуллах. В прямой эфирный разговор его никто и не зовет. Приветствую, Тумсо, мир вашему дому. Мы начинаем игру «Кто хочет стать героем России?» Первый вопрос. Что пьет Рамзан Кадыров по утрам? А. Кефир, Б. Ряженку, С. Английский чай, Ахмад, Д. Капли датского короля. Так, а есть у меня три подсказки? Несколько человек действительно забрали. Говорят, тех, кто по беспределу забрали людей, уже уволили из МВД. Вау! Наказывают, что ли? Я не поверю никогда. Они человека отпинали в Аргумии. За это их поощрили. Как их могут уволиться, то что там кого-то забрали? Понятно, что это делается ради того, чтобы люди не заражались, но, согласен, не нужно жесткие меры принимать. Я тоже как бы не говорю, что там правильно ходить в гости. Конечно, надо сейчас ограничиться. Но вы не поймите, что если власть ограничивает людей, то власть должна показывать пример. Допустим, они запретили совершение праздничной молитвы вчера, сегодня, в этот день. Запретили совершение праздничной молитвы, и при этом сами совершили ее в центральной мечети, в этом сердце Чечни. Муфтий возглавил нам эту молитву. Ну, как так, Субханаллах. Но если ты запрещаешь это делать другим, то не делай это и сам. Вот это вот какое-то демонстрация того, что вы все шушера, вы лохи, вы не имеете права, это мы будем, мы сделаем за вас, за всех, и этого будет достаточно, потому что мы какая-то каста избранных. Вот это вот людей очень сильно напрягает, понимаете, оскорбляет. Поэтому люди пытаются таким образом свой протест какой-то выявить, специально нарушить этот карантин, специально вот сделать так, так как вот не хочет власть, вопреки тому, что она говорит. Люди специально это делают. Я их понимаю, честно говоря, я не могу их за это осуждать. Так в целом, конечно, я понимаю, лучше воздержаться от этого, там, ну, действительно, пандемия, борьба, там, и так далее. Ну, сами покажите тогда правильный пример, во-первых. Во-вторых, всегда есть процент людей, которые не поймет, которые не услышит, не узнает, или целенаправленно нарушит, решит, что, да, ничего страшного, если я один это нарушу. Всегда это будет. Против таких людей нельзя вот так вот выходить, шашкой там всех рубить. Надо как-то иначе, с любовью, с уважением к своему народу как-то надо поступать, но не так. Это я говорю, как с какой-то передовой поступают просто новости. Это на чеченском идут поздравления с праздником, я поэтому не перевожу. Гиркин в интервью Гордону говорит, что воевал в обеих чеченских войнах. Что ты знаешь об этом? Еще он утверждает, Басаев и мечтать не мог о том шариате, который есть в Чечне сегодня. Насколько это может соответствовать действительности? Насчет того, что он воевал или нет, я понятия не имею. Раз говорит, наверное, воевал. Что в этом удивительного, российский военный. А вот что касается, Басаев мечтать не мог о том шариате, который есть в Чечне сегодня. Ну, если Гиркин имеет какое-то представление вообще о шариате, то он просто лжет. Если же он не имеет представления, а просто вот так ему кажется, так с видом посмотрел, и он думает, а там что-то у них, свой какой-то шариат у них там, то может быть он реально искренне так думает, такое возможно. Но, учитывая эту персону, я не думаю, что он не знает. Ну, скорее всего, просто лжет. Такая выгодная позиция. Перечислить 10 случаев, ты говоришь про сводки, как Сталинграда, а на самом деле несколько случаев всего за время режима самоизоляции. Не перегибай палка. Ну, я не знаю, в слово несколько, сколько случаев именно ты вкладываешь. Вот у меня их, например, здесь с десяток. Вот, например, послушаем. Побили, говорит, асет с, короче, видимо, медсестра, она или скорой помощи. Это в Самашках. Этим рукояткой пистолета ударили, говорит, ее сына, голову рассчитывали. Мужа гинеколога липы, говорит, избили. Ее брата вообще сильно, говорит, избили. Позвольте, избили. Здесь идет речь не о том, что там просто кого-то ударили. Прямо избили конкретно. Говорит, вынуждали признать свою вину. Второе. Это вот тоже про Самашки. Мы с утра, говорит, воюем на этой улице. Приехала, говорит, приехала полиция, и женщин, и мужчин, и даже женщину с ребенком, говорит, избили. У нас здесь, короче, ад, говорит, творится. Это говорит Агер, вот этот, кого я показал, привязанный к, прикованный к столбу. Это говорит Агер. Это тоже про этого Агера. Еще один говорит там. Это все про Самашки. Раньше, когда была война, он говорит, через российский пост мы проходили, читая Ла-Каджакум, это аят из священного Урана. И говорит, когда читали Ла-Каджакум, этот аят, то можно было, говорит, пройти пост. А сейчас, говорит, чеченский пост нельзя пройти, даже читая ясен, целую суру из Корана. А это, послушайте, это сотрудник кадыровской полиции, послушайте, что он говорит. Это уже Грозный, это поселок Турбинов, Грозный, он говорит, они там ходят, говорит, потеряв стыд и совесть. Не нужно, говорит, с ними играться, закидывайте, говорит, и привозите. И дальше он их матерей, в общем, всех выругал. Ребенку говорит, не давайте выходить на... на улицу перед воротами, то есть за ворота. Не давайте, говорит, за ворота выходить та же ребенка. Приехали, говорит, сотрудники, что-то там целой толпой, в общем, они что-то договорились, какие-то условия поставили, чтобы, типа, они их не посадят, в общем, как-то замяли дело. Короче, здесь очень много этих записей, еще в Дубаюрте, там подрались они тоже, какой-то замес был с этими полицейскими. Ситуация, короче, очень сложная. Аллах запер этого Кадырова самого, когда он закрыл всех. Так ты не говорил, что не занимаешься благотворительностью и не репостишь просьбы о помощи. Говорил, я же говорю, что я не занимаюсь благотворительностью, это первое. Во-вторых, я не репощу информацию о нужда здесь, помощь, лечение и вот такие вещи. Нет, я этим не занимаюсь, я сказал. Но это не значит, что ты вообще в целом ничем благим не занимаешься, это не об этом. Имеется в виду, это деятельностью, благотворительностью, я не занимаюсь. Особенно не занимаюсь благотворительностью на показ. Субтитры создавал DimaTorzok